Всем привет! Это видео будет не про ремонт лодочного мотора, а кое-что новенькое. Ничего особенного в этом не будет, просто мы будем показывать, рассказывать немного про старые моторы, которые нам привозят. Бывают, встречаются довольно интересные экземпляры. Нигде не указано, сколько здесь лошадиных сил. Здесь еще такая крышка должна крепиться, но она отваливается. Вот. Значит, единственное, что написано, это ДТ-150. Хозяин сказал, что это восьмерка. Будем верить ему на слово. В общем, что здесь такого примечательного? Мотор этот годов, наверное, 70-х. Да и этот тоже. Точно дата выпуска неизвестна. Это все надо искать в интернете. Здесь уже кто-то делал ручку. Это ручка из черного металла. Самодельная. Румпель уже самодельный, потому что румпель находился в этом месте. Вот такой карбюратор у него интересный. Зажигание, конечно, контактное. Катушки. Высоковольтные свечи уже новые вкрутили. К сожалению, на Сузуки 5, 6 и 8 здесь под двигателем идут две шпильки. Болты и две шпильки. Так вот, эти шпильки постоянно закисают. И даже на таком моторе тяжело снять мотоголовку. Потому что просто закисают в пильки. Ну а здесь просто одно мучение. Провозились мы с этим движком довольно долго, пытаясь снять двигатель. Вот даже остались следы наших мучений. Ну, без этого никак. Здесь уже кто-то сделал вот такую интересную самодельную тягу. И тумблер для включения или отключения подачи искры. На редукторе здесь заломыш уже сливной пробки. Но мы проверили масло в редукторе через верхнюю пробку. Если хозяин согласится, будем высверливать. То есть придется снимать редуктор, разбирать его. Вот такая подвеска. В принципе, втулки не такие уж и сильно убитые. Ручка фирменная. Следующий мотор. Это мотор. Называется Yamaha 9А. То есть 9 лошадиных сил. Нижняя часть этого мотора точно такая же, как и на Yamaha 8B, на Yamaha 6B, на Cia Pro, на китайских Yamabisi, которые копируют. Ручной стартер здесь старого образца. Здесь такая вот шестеренка крутит. Интересно. Опа. Вот так вот. Интересно все это сделано. Даже товотница для смазки. Катушки. Ну, как обычно. Термостат. Карбюратор находится в этом месте. Как на 4-х тактном. Так работает у нас газ. И есть опережение зажигания. А вот в этом моторе опережения зажигания нету. Оно стоит на месте. Там оно регулируется под этой крышкой просто стационарно. В принципе, здесь ничего кроме двигателя это и не интересно. Потому что все остальное это сейчас до сих пор еще производится. Оба мотора рабочие. У этого мотора компрессия 10 кг. У этого мотора, не помню, по-моему, то ли 8, то ли 7,5. Ну, в любом случае, осталось только поставить сюда кнопку с чекой безопасности. И можно спокойно кататься. Винт на шпонке срежет. Ничего страшного не случится особо. Ну, есть еще один у нас моторчик. Это вот Yamaha 12A. Но про нее ничего рассказывать не буду. Про нее есть у нас целый косметический ремонт. Открывайте видео, смотрите. В общем, если нам еще привезут какие-нибудь старые моторы. А нам привозят довольно-таки нередко. Мы про них теперь будем рассказывать, показывать. Что они себе представляют, как они устроены. Как выглядят. Тем, кто интересуется, я думаю, это будет интересно. Да, вот это вот, конечно, плохо, что сюда ставят ржавые гвозди, гайки и шайбы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привезли на моторчик Yamaha 9A, только в гораздо лучшем состоянии, как новый. Так, 13 килограмм нижний цилиндр и 12,5 верхний цилиндр Yamaha 9A. Мотор из прошлого просто. Новенький весь, смазанный. Все помазано, все работает. Ну, это хорошо, надо снимать редуктор. Обслуженный. Сейчас покажу крышку, какая у него крышка. Какая крышка у него, новенькая. Просто обалдеть мотор. Правда, масла в редукторе не было, совсем немножко густого. Но, будем надеяться, что редуктора они не убили. Давай заводить, короче. Такой вот мотор. Как будто не чистили никогда. Новенький. Смотри, болтики не сорваны, нифига. Реально, как будто не скрывали ни разу. Требезно. Покажи, какая искра у него. Посмотрим. Да, искра там вообще как-то на лекарстве. Давай, посмотрим искру. Блин, не видно. Подожди. Давай. Все, хватит. Да, искра хорошая. Фишка Yamaha'овская. Современная подходит на старый мотор. Сюда. Опа. Вставляем. Как будто все не фокусит. Накачали. Все, не вижу, как качаешь. Покажи. Накачали. Немножко аккумулятор подрегулировать надо. С новостного фода добавить чуть-чуть. Работает на 4-х тактах. Даже лучше. Да, давай. Здравствуйте. Эти моторы очень надежные. И при должном обслуживании проходит еще столько же, сколько и до этого проходили.